Приветствую вас, и в действительности ситуация такова, что мужчина вам изменил, вас предал, имея на то определенные причины. То есть, вот смысл, мотив для измены, причем в довольно большом промежутке времени, вам по-прежнему не ясно. И думаю, что необходимо, во-первых, задать вам такой вопрос. Когда вы узнали об измене, и он к ней не ушел к любовничеству, как он на этом реагировал? Раскаивается ли он? Просил ли он вас прощения? Хотя бы непосредственно после того, как вы его знали. Потому что если он прощения не просил, и если он не раскаивался, то есть очень большая вероятность того, что подобное повторится вновь. И тот факт, что он не ушел к любовнице, может быть, означает то, что ему ходить-то было некуда. Потому что не каждая женщина, которая является любовницей, готова принимать мужчину как своего спутника жизни, например, как мужа и так далее. И, возможно, он не ушел еще и потому, что с вами у него есть дом, уют, очаг, есть куда вернуться, куда прийти, где отдохнуть и так далее. То есть он не ушел не потому, что заинтересован вас, а потому, что они защищают свои собственные интересы. И вот этот момент необходимо выяснить. Потому что если это действительно так, то бороться в отношениях вам, по сути, не за что. Ведь мужчина засыплен только на себе самому. И думает он лишь только о себе, о своих интересах, о своих желаниях и о своем удовольствии. Далее вы пишите, что он вас оскорбляет и, собственно говоря, грубит. Этот момент, скорее всего, также является продолжением того мотива, который был изначально направлен на измену. То есть, когда он изменял, я так понял из вашего письма, оскорблений не было. А когда перестал изменять, то появились оскорбления. Если это не так, пожалуйста, поправьте, но из вашего письма выходит именно следующее. И в этом случае имеет место быть определенная обида вашего мужа на что-то. Определенное противоречие, определенное негативное образование в его сознании по отношению к вам. Или в какой-то ситуации, которая у вас была, и которую вы, каждый из вас, неправильно восприняли, неправильно осознали, неправильно приняли. И теперь эта неправильная ситуация, это неправильное понимание, искаженная картина реальности, мешает мужчине относиться к вам так, как вы того заслуживаете. И, соответственно, что вам в этой ситуации нужно делать? Ну, вообще говоря, значит, вреде всего постарайтесь подумать, что могло мужчину так столкнуть на измену. Вот, мой коллега сказал, что не хватало ему ласки, заботы и тепла во время беременности вашей и рождения ребенка. Возможно, может быть так. Но тогда получается, что мужчина очень зависим от этого. От того, что ему нужна эта самая ласка, тепло и забота. И ему не важно, от кого ее получать, от вас или от другой женщины. Ему важно само наличие их. В таком случае нельзя говорить о том, что он заинтересован в том, чтобы быть именно с вами и делать вас счастливой и принадлежа только вам. Мужчина с вами ровно настолько, насколько вы соответствуете его интересам. К сожалению, такая ситуация стоит того, чтобы вы подумали, готовы ли вы вот это принимать в такое отношение к вам? Приемлемо ли оно для вас? Потому что, если нет, то вам с ним нужно сходиться. Доказывать что-либо мужчине в данном случае бесполезно. У него есть своя позиция, он ее не изменит. Если другие причины могли быть для измены, то опять-таки их стоит найти, выявить и с мужчиной проговорить. Причем необходимо помнить, что с первого сходу мужчина не воспримет вашу инициативу позитивно. Потому что он считает, скорее всего, что никакой проблемы нет, а признать факт наличия проблемы для него является унизительным. Вообще для мужчин признать проблему это достаточно сложно. Именно в силу их гордости и самолюбия. Очень важный момент заключается еще и в том, что если человек не извинился после измены, и вообще никак не раскаивался, не отерновался, но причинил вам боль, прибыл вас. Это означает, что его не волнует, как вы себя чувствуете, его не волнует ваши чувства, его не волнует ваши ощущения, ваше настроение и так далее. И данный факт говорит о том, что мужчине на вас по сути все равно. Пока вы его интересом соответствует, он с вами. Перестали соответствовать и он уже как бы отдаляется от вас. И в этой ситуации, конечно, отношения с ним продолжать не стоит. Не стоит, потому что он с такой позиции не сделает счастлива ни вас, ни ребенка. А если не будете счастливы вы, или будете постоянно ссориться, например, или постоянно ожидать его пьяным, или будете переживать предательство раз за разом, тем самым понижая свою самооценку и гордость, то ребенок тоже не будет счастливым. Развиваясь и формируясь в конфликтной напряженной ситуации, он будет иметь определенные проблемы в своей будущей жизни, как в психическом плане, так и в поведенческом, и в том числе в построении отношений вообще. Так что, прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить, ответить и прояснить все вопросы, которые я озвучил. И вот после того, как ответы будут, данную информацию стоит проанализировать и подумать, сколько за то, чтобы отношения продолжать, и сколько против, чтобы отношения продолжать. И если за, то будет больше, но при этом для вас количество этих плюсов менее значимы, чем количество против, пусть и меньше, то отношения стоит все равно рассорвать. Потому что в данном контексте не важно количество, а важно именно значение. значение тех моментов, которые вы воспринимаете в качестве отрицательных. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...